Тема сегодняшней лекции – динамический анализ механизмов, а также режимы движения механизмов. План лекции включает следующие вопросы. Первое – режимы движения механизмов. Второе – основные формы уравнения движения механизмов. Третье – динамическая модель системы. Четвертое – приведение сил и моментов звену приведения. Определение параметров динамической модели. Пятое – приведение масс и моментов инерции звеньев. При движении механизма существуют следующие режимы движения. Режим разгона или режим пуска. В этом режиме угловая скорость ведущего звена изменяется от нулевого значения некоторого среднего значения. Второй режим – режим установившегося движения. В этом режиме угловая скорость ведущего звена остается постоянной или изменяется на небольшом интервале. Третий режим – режим останова. В этом режиме угловая скорость звена переведения изменяется некоторого среднего значения до нулевого величины. При режиме разгона работа движущих сил при разгоне расходуется на повышение кинетической энергии, преодоление сил вредных, сопротивление и веса. При режиме разгона омега-1 равно нулю и работа полезных сил равна нулю. Режим установившегося движения. При установившемся движении за каждый цикл движения работы всех сил равна нулю. В период установившегося движения машины соблюдаются условия равенства работы сил движущих и сил сопротивления. Режим выбега или режим останова. Для режима выбега сохраняется следующее условие. Конечное значение угловой скорости равна нулю. Работа движущей сил равна нулю. А также работа полезных сил сопротивления равна нулю. Кинетическая энергия при выбеге тратится на преодоление работ сил вредных, сопротивлений и веса. При исследовании динамики механизма необходимо составить уравнение движения механизма. Уравнение движения механизма составляется двумя методами. Энергетический метод основан на теореме изменения кинетической энергии системы. И второй метод – это метод составления дифференциального уравнения Лагранжа. При решении прямой задачи динамики решается вопрос анализа. При этом определяется закон движения механической системы под действием заданных сил. При решении этой задачи параметры машинные агрегаты, действующие на него внешней силы, известны. Уравнение движения машины в форме кинетической энергии приведено на этом слайде. Исходя из этого, в режиме пуска составлено уравнение и определено значение угловой скорости, приведенное на этом слайде. На этом слайде приведено уравнение движения механизма в форме дифференциального уравнения. Задачу динамического анализа можно решить двумя методами. Это решение задачи целиком механизма, а также приведенного некого звена, который бы обладал всеми свойствами, присущими целому механизму. Такая система называется динамическая модель. Здесь на этом слайде приведена динамическая модель движения механизма для вращательного движения, а также для поступательного движения. Здесь необходимо определить приведенные моменты всех приложенных сил и приведенные массы всех систем. Приведенным моментом называется момент, приложенный к этому звену приведения и развивающий мощность, равной суммам мощностей всех сил и момента, приложенных к звеньям механизма. На этом слайде приведена формула для расчета приведенного момента. Приведенная масса механизма называется так. Такая условная масса, которая как бы сосредоточена в точке приведения механизма, кинетическая энергия, которая равна сумме кинетических энергий всех звеньев механизма. Исходя из этого условия, определяется приведенная масса, которой приведена расчетная формула на этом слайде. Приведенный момент инерции механизма называется такой условный момент инерции, которым как бы обладает звено приведения относительно оси вращения, кинетическая энергия, которая при таком моменте инерции равна сумме кинетических энергий всех звеньев механизма. На этом слайде приведены основные контрольные вопросы, нахождение ответов на которых вам поможет освоить данную лекцию.